Уважаемые дамы и господа, приветствую вас в Московском Кремле и поздравляю с началом важной и почётной дипломатической миссии в России. Ответственные, нацеленные на взаимопонимание и сотрудничество усилия дипломатии, особенно востребованы в нынешней сложной международной ситуации, когда все мы сталкиваемся с беспрецедентными по своему масштабу и характеру вызовами и угрозами. И эти угрозы, прежде всего, связаны с террором, с его варварскими кровавыми преступлениями. За 10 лет в мире совершено более 100 тысяч террористических актов. Их жертвами стали люди самых разных национальностей и вероисповеданий. От рук экстремистских террористических группировок только в 2014 году погибло свыше 32 тысяч человек из 67 стран мира. Позиция России в отношении терроризма всегда была последовательной, твёрдой и ясной. С этим злом нужно бороться бескомпромиссно, последовательно. Считаем, что любые попытки обелить терроризм, потворствовать террористам должны рассматриваться фактически как соучастие в терроре, соучастие в преступлениях. Напомню, что именно пассивность ряда стран, а зачастую и непосредственное пособничество терроризму, собственно и привело к возникновению кошмарного феномена так называемого исламского государства. Террористов их незаконную торговлю нефтью, людьми, наркотиками, произведениями искусства, оружием не только покрывали и покрывают, но на этом кое-кто продолжает и зарабатывать, причём зарабатывать сотни миллионов и миллиарды долларов. Хотелось бы надеяться, что после теракта против российского авиалайнера в Египте, трагических событий во Франции, жестоких массовых убийств в Ливане, Нигерии, Мали, придёт понимание необходимости объединения усилий всего международного сообщества в борьбе с террором. Рассчитываем, что, наконец, будет сформирована действительно широкая международная антитеррористическая коалиция, которая выступит скоординированно как единая мощная сила и, в частности, поддержит действия российских военных, осуществляющих успешные операции против террористических группировок и структур в Сирии. Будем настойчиво продолжать наши попытки договориться со всеми партнёрами, в том числе в рамках венского процесса. Мы исходим из заинтересованности всех государств мира именно в такой скоординированной совместной работе. И, конечно, в этой связи не могу не сказать, что мы считаем абсолютно необъяснимыми предательские удары в спину от тех, в ком мы видели партнёров и союзников по антитеррористической борьбе. Имею в виду инцидент со сбитым турецкими военно-воздушными силами российского бомбардировщика. То, что произошло два дня назад в небе над Сирией, противоречит здравому смыслу и международному праву. Самолёт был сбит над сирийской территорией. При этом до сих пор мы не слышим ни внятных извинений с высшего политического уровня Турции, ни предложений по возмещению вреда и ущерба, ни обещания наказать преступников за содеянные преступления. Создаётся впечатление, что турецкое руководство сознательно загоняет российско-турецкие отношения в тупик. Мы сожалеем об этом. Уважаемые дамы и господа, на сегодняшней церемонии присутствует 15 послов. По традиции, кратко охарактеризую состояние отношений с каждым из вашей государства. В этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений с Республикой Корея, важным и перспективным партнёром России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Настроены на совместную реализацию крупных торговых и инвестиционных проектов. Будем и далее способствовать поддержанию мира и безопасности на Корейском полуострове. Заинтересованы в углублении взаимовыгодного политического, экономического и военно-технического сотрудничества с Республикой Зимбабве. Готовы развивать промышленную кооперацию, вкладывать капиталы и технологии в добывающую отрасль вашей страны, уважаемый господин посол. Отношения дружбы связывают Россию и Палестин. Поддерживаем палестинцев и их стремление к установлению справедливого и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке. Развитию делового взаимодействия будет способствовать намеченный на начало будущего года запуск работы Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В марте этого года Россия и Южная Осетия заключили договор о союзничестве и интеграции. Его цель – поэтапное углубление сотрудничества в экономической, социальной и гуманитарной сферах, а также в вопросах обороны. Будем и впредь оказывать всестороннюю поддержку юго-осетинскому народу, обеспечивать безопасность вашей республики. Ценим дружественные связи с республикой Маврикия. Видим хороший потенциал для их расширения, в том числе в сфере туризма, в рыболовстве, морском и авиационном транспорте. Выступаем за активизацию связи с республикой Панама. Ведем вместе работу по совершенствованию договорно-правовой базы, открытой к более плотным контактам по экономической и финансовой повестке дня. Будем и дальше помогать панамцам готовить национальные кадры, в частности, для правоохранительных органов. В конструктивном ключе выстраиваются российско-суданские отношения. Намерены и далее содействовать коллективным усилиям в интересах устойчивой нормализации ситуации в Дарфуре. Конечно, на основе уважения, суверенитета, независимости и территориальной целостности Судана. Имеются хорошие возможности для расширения торгово-экономического взаимодействия с Ирландией. Мы заинтересованы в реализации взаимовыгодных проектов в области инвестиций и новых технологий, в налаживании межрегиональных обменов. В последнее время нам удалось укрепить договорно-правовую базу наших отношений с Аширланкой. Это создает предпосылки для развития всего комплекса двухсторонних отношений и двухстороннего сотрудничества. Расширяются традиционные контакты в области рыболовства и сельского хозяйства. Королевство Бахрейн – надежный партнер России в зоне Персидского залива. Рассчитываем на эффективную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе прошлогоднего визита в нашу страну короля Хамада. Будем работать над углублением сотрудничества в энергетической, инвестиционной, военно-технической сферах, над развитием культурных программ и туристических обменов. Придаем важное значение отношениям с нашим северным соседом – Швецией. Сегодня на повестке дня работы по преодолению сбоев в торгово-экономическом взаимодействии и по возобновлению полезных политических и иных контактов. Деловые круги обеих стран, конечно, в этом заинтересованы. Настроены на взаимоуважительный диалог с Эстонией в духе добрососедства. Повышению доверия могло бы способствовать вступлению в силу пограничных договоров. Наша позиция вам хорошо известна по поводу прав и законных интересов наших соотечественников, проживающих в Эстонии. И, конечно, исходим из того, что они будут неукоснительно соблюдаться. Будем и далее способствовать продвижению политического и торгово-инвестиционного взаимодействия с Малайзией. Готовы к совместной работе по обеспечению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидаем участия премьера-министра Наджиба Розака в юбилейном саммите «Россия-Асиан», который состоится в мае следующего года в городе Сочи. Удовлетворены состоянием конструктивных партнёрских отношений с Израилем. Отношения между нашими государствами находятся на высоком уровне. В сентябре провели с премьер-министром Бениамином Меданяху насыщенные и весьма результативные переговоры. Договорились углублять наше взаимодействие в промышленности, в сфере высоких технологий, в сельском хозяйстве. Будем и впредь поддерживать контакты с израильским руководством в целях установления справедливого, всеобъемлющего и долгосрочного мира на Ближнем Востоке. Обмениваются информации на антитеррористическом треке. Выступаем за поступательное развитие связи с Демократической Республикой Конго. Совместно с международным сообществом продолжим оказывать содействие народу и руководству Конго в деле восстановления внутреннего мира и национального согласия, упрощения государственности. Уважаемые дамы и господа, впереди у вас напряженная, насыщенная и, надеюсь, интересная работа в Москве. Можете быть уверены в том, что со стороны российского руководства, наших ведомств, местных властей, вам будет оказана всяческая поддержка и содействие. Желаю вам успехов. Благодарю за внимание.